Всем привет вот и новый ролик как и просили на Кровавый художник тут будет небольшая информация и история художника ну что приступим информация Полное имя Хеленатис, вид, человек, псевдоним, прозвище, Кровавый художник, национальность, американец, дата рождения, 1 октября 1980 года, биологические данные, пол, мужской, волосы, черные, глаза, голубые, этническая принадлежность, белоамериканец, об персонажи, тип злодея, серийный убийца, статус, жив, личность, он очень спокойный и тихий, он не улыбается, и не говорит много, но очень вежлив, очень равнодушен к вещам, которые его не касаются, он эгоист и всегда будет думать в первую очередь о себе, он судит обо всем потому, выгодно это ему или нет, его родители относятся к нему как к домашнему животному и игрушке, поэтому он стал очень подавленным, он не выражает признательности людям, если только кто-то не сделает это первым, тогда он ответит взаимностью, он очень расчетлив в поступках других людей, но когда появляется большая выгода, он решается на предательство, ему не хватает гендерного и морального сознания, однако он по-прежнему умен и манипулирует людьми, по сути, он двуличный придурок с фасадом джентльмена, как преступник, он чрезвычайно осторожен в эстетике криминальных сцен, и каждое убийство будет тщательно выполнено, как произведение искусства, средства, которые он использует, и методы, которые он применяет, являются экстремальными, что делает его сумасшедшим художником. Внешний вид. Мужчина с черными волосами и голубыми глазами. Он носит синюю куртку с желтым смайликом. Он носит кожаные перчатки и маску с подбитыми глазами и красной улыбкой. Биография. Атис родился 1 октября 1980 года. Его детство прошло под давлением больших ожиданий и контроля со стороны родителей. Поскольку родители надеялись на дочь, а не на сына, они решили обращаться с Атисом как с девочкой, дав ему женское имя и одевая его как девочку. Такое обращение продолжалось до 6 лет, когда он начал ходить в школу, и родители стали одевать его как мальчика, чтобы избежать внимания. Из-за этого изменения эмоциональный дистресс с Атиса начал нарастать. 13 января 1994 года его одноклассник упал со здания школы и погиб. Этот ученик был его единственным другом. Согласно показаниям свидетелей, Атис был виновником смерти ученика, но из-за отсутствия конкретных доказательств не было возбуждено никакого судебного дела. Позже, 30 октября того же года, Атис совершил массовое убийство в общежитии своей школы, в результате которого погибли 17 человек и 5 были ранены. После судебного разбирательства вердикт присяжных постановил, что Атис невиновен по причине невменяемости, и его срочно отправили в психиатрическую больницу для лечения и восстановления. 10 марта 2001 года Атис был выпущен из больницы, чтобы вернуться в общество, но в конце 2003 года совершил еще одну серию убийств, после чего исчез. Резня в школе 1994 года. В ночь на 30 октября 1994 года Атис начал массовое убийство в своем общежитии, убив 17 и ранив 5 человек. Жертвами убийства стали все ученики из его класса. Из-за большого количества жертв полиция заподозрила причастность к убийству сообщников. Дело об убийстве 2003 года. 31 октября камера наблюдения зафиксировала кадры, на которых фигура в маске убивает пешехода, которые были выложены в интернет. Несколько недель спустя, 17 ноября, жители сообщили в полицию о сильном гнилостном запахе из дома Атиса, который не прекращался в течение нескольких дней. Проведя расследование в доме, полиция обнаружила 5 трупов, все они были подвешены вверх ногами. Кровь на трупах уже засохла. Рядом с трупами находились многочисленные картины и гротескные скульптуры, сделанные, соответственно, из крови и частей тела трупов. Атиса в доме тоже нигде не было. Позже полицейские конфисковали все произведения искусства и ограничили доступ в дом для дальнейшего расследования. До сих пор нет никаких сведений о местонахождении Атиса. История событий. 13 января 1994 года. Одноклассник Атиса упал со здания его школы и погиб. Свидетель заявил, что Атис был виновником падения его одноклассника, но из-за отсутствия доказательств иск не был подан. 30 октября 1994 года. Атис совершил массовое убийство в своем общежитии, в результате чего 17 человек погибли и 5 получили ранения. 15 ноября 1994 года. Атис был признан невиновным по причине невменяемости и переведен на лечение в психиатрическую больницу. 10 марта 2003 года. Атис был выпущен из больницы, казалось бы, выздоровев. Резиденция кровавого художника, закрытая для полицейского расследования. 31 октября 2003 года. Камера наблюдения снимает кадры, на которых Атис совершает очередное убийство, которые были выложены в интернет. 17 ноября 2003 года. В местное отделение полиции поступило сообщение о постоянном гнилостном запахе, исходящем от прежнего места жительства Атиса, в результате чего было обнаружено 5 трупов, причем Атиса нигде не было. Всем спасибо за просмотр, всем пока.